Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы сегодня с вами поговорим о некоторых аспектах заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по испанскому языку. В заключительный этап Олимпиады включены все типы заданий, которые выполняли участники регионального этапа. Рекомендуется следующая последовательность проведения письменного тура Продолжительность письменного тура 3 часа. В заключительный этап включены все типы заданий, которые выполняли участники регионального этапа. Аудирование предполагает двукратное прослушивание текста или небольших диалогов с последующим решением заданий, включающих 15 вопросов. Это задание может быть оценено максимально в 15 баллов. Лексико-грамматический тест представляет собой тест множественного выбора из 20 заданий, имеющий целью проверку лексических и грамматических умений и навыков участников Олимпиады. Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов. Лингвострановическая викторина позволит оценить степень владения участниками Олимпиады географическими, историческими и культурно-специфическими реалиями. Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов. Раздел «Чтение» включает оригинальный текст или несколько небольших текстов, предполагающий выполнение 20 заданий к нему. При этом проверяются умения вычленить из текста основные компоненты его содержания, установить идентичность или различие между смыслом двух письменных высказываний, восстановить содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты. Задание по чтению может быть оценено максимально в 10 баллов. Креативное письмо предполагает творческое задание, ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня их речевой культуры, способности спонтанно и креативно решать поставленную перед ними задачу. Объем сочинения 220-250 слов. Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов. Интерактивная беседа на испанском языке с каждым из участников Олимпиады продолжительностью 3-5 минут предъявляется на выбор одной из трех фотографий картинок, где участнику предлагается ответить на поставленные вопросы. Максимальное количество баллов за устный тур 25. Поговорим немножко о лексико-грамматическом тестировании. Часто в заданиях встречаются формы сослагательного наклонения, моду субхунтива. Мы остановимся с вами на значении и употреблении сослагательного наклонения. Формы сослагательного наклонения указывают на возможность, необходимость или желательность действия. По сравнению с формами изъявительного наклонения, они не имеют четких временных значений. Временные формы сослагательного наклонения употребляются большей частью в предаточных предложениях, хотя они могут использоваться и в самостоятельных предложениях. Использование времен сослагательного наклонения в предаточных предложениях обусловлено типом этих предложений, глагольным временем и лексическим значением сказуемого главного предложения. Следует особо подчеркнуть, что воли изъявления и оценки говорящего, выраженные в главном предложении, оказывают решающее влияние на необходимость применения в предаточном сослагательного наклонения. Сослагательное наклонение используется, чтобы выражать советы, приказы, просьбы. Глаголы, которые появляются в главном предложении правило говорит, когда глагол главного предложения выражают совет, приказ, просьбу, мы в предаточном предложении должны использовать modo subjunctivo. Внимание! Когда глаголы повторяют слова другого, мы используем modo indicativo, то есть в косвенных предложениях, где эти глаголы не передают совета, приказа или просьбы, используется изъявительное наклонение. Сослагательное наклонение используется для освещения явлений, событий, процессов в будущем. Предложение строится со следующими вводными словами, союзами, союзными конструкциями и местоимениями, такими как Если в главном предложении используются эти лексические элементы, то в предаточном предложении необходимо поставить глагол modo subjunctivo. Например, Сослагательное наклонение используется для выражения желаний, чувств, воли и изъявления. Глаголы, которые используются в главном предложении Желания также можно выразить при помощи структур. Сослагательное наклонение modo subjunctivo используется для выражения собственного мнения. Глаголы главного предложения Creer, pensar, opinar, decir, estar convencido o estar convencida de suponer, sostener, sospechar, imaginar, considerar Правило говорит о том, что Если предложения являются утвердительными, то в предаточном предложении употребляется изъявительное наклонение. Но в предложениях отрицательных, в предаточном предложении, при наличии перечисленных глаголов в главном, используется modo subjunctivo. No creo que sea verdad lo que dice Modo subjunctivo используется для выражения конечной цели или целеполагания. Предаточное предложение присоединяется при помощи союзов, сложных союзов и конструкций, таких как В соответствии с правилом, если в сложном предложении подлежащее является одним и тем же элементом, то в предаточном предложении используется инфинитив. Если же в главном предложении и в предаточном разные подлежащие, разные субъекты действия, то в предаточном предложении используется modo subjunctivo. For example, ¿Cuánto chiste para que te ríes? Cuento un chiste, el sujeto es yo. Para que te ríes, el sujeto es tú. Distintos sujetos. В придаточном предложении используется инфинитив «апрендер». Сослагательное наклонение используется для выражения сомнения или передачи возможности. В соответствии с правилом, если в предложении встречаются конструкции «тальвес», «кисас», «пробаблементе», «посиблементе», «сегураменте», то в предложениях может использоваться как изъявительное наклонение «индикативо», так и сослагательное наклонение «субхунтиво». Используется изъявительное наклонение, когда степень сомнения о выражаемом меньше и используется «модо субхунтиво», сослагательное наклонение, когда степень возможности сомнения вероятности гораздо больше. Если же в предложении встречаются конструкции «a lo mejor», «igual», «lo mismo», «seguro que», то используется «модо индикативо», изъявительное наклонение. Выбор конкретного времени, как правило, зависит от временной формы сказуемого главного предложения. Как в предаточных предложениях, так и при самостоятельном употреблении формы «субхунтиво» всегда связаны с выражением модальности, то есть с передачей отношений говорящего к содержанию высказывания. Действие, передаваемое различными временами сослагательного наклонения, оценивается как предположительное, возможностное, желательное, вероятностное и т.д. В самостоятельных предложениях «модо субхунтиво» употребляется для передачи пожелания, косвенного приказа, здравицы, возмущения, угрозы, удивления и т.п. Субхунтиво В аспекте лингвострановической викторины остановимся на странах Латинской Америки, В частности, на республике Куба и ее культурных аспектах. Термин «Латинская Америка» возник как обозначение зависимых территорий европейских метрополий, чьи официальные языки развелись из народной латыни, в частности, испанский, португальский, французский. Сегодня в обращении входит сочетание «Индейская Америка как более политкорректная». Перед вами карта «Расположение стран Латинской Америки», которая простирается от территории Мексики до Чили и Аргентины. Страны, которые входят в объединение, обозначаемое как Латинская Америка. Аргентина, Бразилия, Боливия, Белиз, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор, Куэрто-Рико, Гваделупа, Мартиника, Сан-Бартельми, Сен-Мартен, французская Гвиана. Большая часть Латинской Америки говорит на испанском языке, который также является государственным в большинстве стран. В Бразилии государственным языком является португальский. Менее распространены в качестве государственных английский, французский и нидерландский языки. В состав Латинской Америки всегда включают испаноязычные страны материковой Америки от Мексики на севере до Аргентины на юге, а также испаноязычные страны Карибского бассейна Куба, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, а также португалоязычная Бразилия. Во многих случаях включаются франкоязычные страны Гаити, Сен-Мартен и французская Гвиана. Англоязычные страны Америки Ямайка, Барбадос, Багамы, Белиз, Гаяна к Латинской Америке не относятся. В этой части Америки помимо языков коренного населения говорят на испанском, португальском и французском языках. Эти языки принадлежат группе романских языков, которые ведут свое происхождение от латыни или от латинских языков. Поэтому и регион был назван латинским, чтобы подчеркнуть общность происхождения языков в этих странах. Остановимся подробнее на государстве Республика Куба. Название Куба имеет происхождение в ныне мертвых языках индейцев Таино, населявших большие Антильские острова. Точный смысл названия не ясен. Есть точка зрения, что оно может обозначать место, где плодородная земля обильна, Кубау, либо прекрасное место, Куабана. Есть также гипотеза, что Христофор Колумб назвал остров в честь селения Куба в районе Бежа, Португалии. Как я уже сказала, Куба входит в состав Больших Антильских островов. Национальный флаг Кубы Республика Куба и ее столица Гавана Посмотрите небольшой видеосюжет о культуре Республики Куба Кубинская культура сама по себе очень богатая, очень разнообразная культура. Куба – это смесь различных культур, которые объединились между собой. Музыка является отражением нашей сущности, и поэтому ей удается отображать, рисовать, моделировать и строить мир таким, какой он есть, и каким мы бы хотели, чтобы он был. Кубинская душа, она радостная. Что касается музыки и культуры, я представляю себе созидательное общество, которое в первую очередь популяризирует ценности. Созидательное общество для меня – это общество человечности. Самое прекрасное – то, что мы можем изменить мир с помощью любви. Этот мир нуждается в любви. И любовь могут дать люди, которые имеют очень сильную, очень богатую духовность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают И завязать дружбу с помощью культуры очень легко. Культура обладает даром моментально объединять людей. Культура — это не что иное, как способ выражения каждого человека и каждого общества. Культура обладает даром моментально объединенных людей. Когда я слышав, как по улице проходила Конго, я сразу же говорила «Тонго, Тонго, Тонго!» И надо было вывести меня на Конгу, где я сразу же начинала двигаться под ритм барабанов. Так что это то, что есть в крови практически у всех кубинцев. Когда кубинец слышит барабан, ему очень трудно усидеть на месте. У нас есть смешение различных ритмов, которые делают культуру более интересной. Мы буквально живем танцем. Приведу пример. Лист Альфонса, она берет все из испанского танца, но смешивает его с кубинскими ритмами. Они это делают на высоком уровне, с большим профессионализмом, с большой глубиной и с большой деликатностью. Мы, кубинцы, очень креативны, владеем большой изобретательностью. И только родившись еще до того, как научились ходить, многие дети танцуют и чувствуют ритм. Таким образом появляются и развиваются в истории кубинской культуры музыканты, танцоры. Именно поэтому мы находимся по всему миру, проникая каким-то образом в культуру. Мы, женщины, способны осуществить все, к чему мы стремимся. Раз мы те, кто дает жизнь и отвечаем за поддержание очага, неужели мы не сможем сделать гораздо больше? Кроме того, каждый день мы доказываем, что можем преобразовать мир. Но самое прекрасное то, что мы можем преобразовать его с помощью Любви. Как если бы мы превратили этот мир в один большой дом. Вот почему я думаю, что уже в течение некоторого времени и в будущем мы призваны быть с той мощной и преобразующей силой, которая через Любовь изменит многие вещи в мире. Я думаю, что танец на Кубе — это то, без чего нельзя обойтись. Что-то настоящее, что-то очень необходимое, что-то такое, без чего мы бы не были теми, кем мы являемся сегодня — кубинцами. Кубинец — это очень дружелюбный человек, которому всегда нравится дарить свою дружбу. Кубинец, покидая свой маленький остров, путешествуя со своего маленького острова в другую страну, едет ли он на постоянное место жительства или по работе, всегда носит в себе свой маленький кусочек Карибского острова. И куда бы он ни приехал, устанавливает там свой маленький флажок. Я говорил вам, что это маленькое местечко под названием Куба Кэмп является сердцем Кубы здесь, в Украине. Мы создали его в сотрудничестве с этой компанией. И в этом месте мы стараемся сохранить то, что нравится нам, кубинцам, больше всего. С самого детства меня привлекала музыка. Хотя многие кубинцы, музыканты, и им нравится играть на инструментах, мне больше всего нравится танец. Нечто довольно существенное. Куба — это смесь, как мы говорим, ключи от Карибского бассейна, потому что она совмещает невероятно разные культуры. Кубинец — это человек, который благодаря этому разнообразию культур, которые у нас есть, очень легко контактирует с другими национальностями, с другими кубинцами, в общем, со всеми людьми. Моя бабушка всегда пела, работая по дому. И это приносило ей радость, потому что она делала это с любовью и с удовольствием. И одновременно включила музыку, кубинскую музыку. Мой отец тоже любил много петь. Он пел, даже когда садился за руль. Похоже, что пение его вдохновляло. В нашей семье не было артистов как таковых. Но искусство незримо было включено в наше развитие, в нашу жизнь. У кубинских писателей и кубинской поэзии много ценностей. И эта поэзия выливается в песни тех же Болеро, которые могут заставить любого влюбиться. Только послушав их, в тебе рождается это чувство любви ко всему, что тебя окружает. Например, группа «Буэнафэ». Группа молодых людей, которые, создавая музыку и песни, также сумели сохранить эти корни, добавив что-то новое, включив новые аспекты, но с заботой о культурных корнях. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что кубинская культура сегодня, в данный момент, находится в очень хорошем состоянии. У нас много молодых людей, которые занимаются высококачественным искусством в разных жанрах. Будь то классическая музыка, джаз, рэп, традиционная кубинская музыка, танцевальная музыка, трава. То есть Куба — это остров музыки. Эта страна полна людей, и мы очень музыкальны по всей территории страны, от востока до запада. Мы начали создавать песни, которые тесно связаны с повседневной жизнью, с личными заботами, говорить о любви. Мы говорим о политике, говорим об обществе, но с музыкальной точки зрения. Музыка является отражением нашей сущности, и поэтому ей удается отображать, рисовать, моделировать и строить мир таким, какой он есть, и каким мы хотели, чтобы он был. Я думаю, что это было важно для нас, как в этническом отношении, так и в отношении жизненной позиции. Субтитры создавал DimaTorzok Куба по-прежнему пытается отстаивать солидарность, любовь между людьми выше денег, и это то, что мы пытаемся отразить в нашей работе. Нам важны большие человеческие чувства, и я думаю, что существует необходимость в том, чтобы искусство было похоже на жизнь. Независимо от того, куда ведут пути господствующей культурной индустрии, настоящее искусство выглядит как жизнь. И я думаю, что это одна из самых важных вещей, которую мы должны поддерживать относительно культурного развития. Это не только изучение фортепьянных нот или того, как звучит песня, но и того, что всё это должно исходить изнутри, из твоих чувств, и того, как выразить это человеческое чувство так, чтобы и другие также, во-первых, чтобы делились этим с другими, а во-вторых, чтобы это имело положительный эффект. Кубинская музыка, прежде всего, она объединяет людей. Куба — это страна, которая состоит из разных, скажем, народов. Такая смесь, которая дала, скажем, синкопа. Синкопа — это такой ритм или музыкальный направление, который передаёт этот вкус кубинской музыки. Вот это то, что когда вы слышите, хотите танцевать и двигаться, вот эта синкопа, она очень хорошо влияет на настроение. Как я пришёл к тому, что я буду музыкантом? Место, когда я родился, то есть моя мама не имела музыкального образования, но тем не менее она очень хорошо пела. Когда я плакал, она и работу не бросала, она шила, укашала меня на ногах, вот так, и она работала, и пела, и, видимо, вот это, она рассказывает, что даже я научился сначала звездить, а потом ходить. То есть музыка уже была со мной из начального моей жизни. Кубинская музыка для меня — это всё. То есть я не представляю себя ни одну минуту без музыки. Но кубинская душа, она радостная. Кубинская музыка для меня Гуанта-намера. 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 Есть город на Кубе, который называется Гуантанамо, и девушка, которая живёт в этом городе, на неё говорят Гуантанамера. То есть Гуантанамера — девушка рода из Гуантанамо. Наш основной поэт Хосе Марти, у него есть такие стихи. Кто-то задумал взять эти стихи и добавил припев Гуантанамера, Гуахира, Гуантанамера. И получилась очень простая песня. Гуантанамера. Гуахира, Гуантанамера. Гуахира, 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 Гуахира. Культурный обмен очень важен, просто необходим. Я считаю, что народы должны больше знать друг друга. Необходимо большее взаимодействие, большее сближение всех культур, потому что это делает нас всех богаче. Гуахира, 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 Г Кубинцы очень творческие, очень любознательные и очень гордятся тем, во что они верят и знают. Эта страна, которую мы называем Кубой, представляет собой смесь различных культур, которые слились и объединились. Есть некоторые основы, которые мы всегда используем в музыке. Это испанские элементы, африканские, французские, а также азиатские. На Кубе очень серьезная музыкальная система. Поэтому я получил особое образование у моего первого учителя музыки. Ее зовут Мария Альварес Риос. Она научила меня петь. Но во всех ее песнях были также знания об обществе, о доброте к другим людям, о доброте к природе, о хороших манерах. Она, конечно, как и мои родители, была личностью, которая сформировала мой мир. Но в ее случае это было через музыку. Но как только ты становишься знаменитостью и знаешь, что тысячи, сотни тысяч или миллионы людей следуют за тобой, то если ты осознаешь этот статус, ты должен быть добрым. И ты должен чувствовать ответственность, потому что то, что ты делаешь, является одним из факторов, влияющим на людей, которые следуют за тобой. Театральное движение на Кубе очень активно, очень живо, но в то же время в городах созданы все условия, так и в сельской местности тоже очень активное театральное движение. Я ссылаюсь на театр Ла Кальменито, но это не значит, что он есть только в городах. Кто это? Ла Кальменито! Где? В Кубе! Дети Ла Кальменито начинают свои занятия с того, что вместе садятся на пол, берутся за руки и рассказывают, что хорошего они сделали за сегодня. Но это уже вышло за пределы Кубы. Кальменито начали создаваться в Венесуэле, в Никарагуа, в разных странах. Это все в форме игры. Играй и обучаясь в других городах и странах мира, я была в Сантьягу, Пенедили-Рио. Я была в Аргентине, Мексике и Венесуэле, в Германии и России, США, Испания, Доминиканская республика. А потом я поехала на месяц в Испанию, в Венгрию и Румынию, Украину. Надо понимать, что это не совсем детский театр. Обычный театр, созданный взрослыми для ребёнка, а театр, сделанный детьми для детей и для всей семьи. То, что создаётся теми, кто в нём участвует, — это созидательное общество, которое состоит из маленьких людей всех возрастов. Я учился во Львове, Украина. И ты даже не можешь себе представить, что это значит. Это стало предпосылкой для создания «Ла Кальменито». В различных провинциях Кубы есть «Кальменито». А также в других странах, особенно в Латинской Америке, нам удалось создать «Кальменитос», и все они созданы под нашим руководством. Далее мы дали свободу детскому азорству. Пусть дети сохранят свою свободу, искренние шалости. Это не повторять лозунги, не повторять стереотипы, а быть аутентичными, такими, какие они есть. Я считаю, что созидательное общество больше понятно для детей. Именно дети — это те, кто посвящают себя другим, со стопроцентным огнём, стопроцентным равенством и со стопроцентным уважением к жизни. Мы видим, что распространение добрых дел — это возможно. И я думаю, что все дети, которые участвовали в этой группе, имели привилегию нести в себе этику жизни, которую должны иметь все дети, и она была приобретена через культуру. Для меня душа Кубы — её детях и её культуре. Я это точно знаю. В мире, в котором я живу, я живу среди детей, которые преданы идее делиться культурой. Вот что для меня кубинская душа. И отсюда все её ценности. Все ценности, которые человек может иметь в полной жизни, в абсолютно свободной жизни, где мы имеем одну и ту же степень равенства. Душа кубинцев в их теплоте, в том чувстве родства, даже после недавнего знакомства. Они всегда демонстрируют близость, солидарность, готовность помочь. Душа кубинцев также очень тесно связана с социальными вопросами, с их социальным поведением. У нас также есть творческие пространства, которые сейчас развиваются. Это новая тенденция, но это также и атмосфера, в которой у молодых людей есть своё пространство для созидания. На Кубе молодые люди имеют общее представление о том, что такое различные виды искусства. Хочу сказать, что творческие пространства — это тема моей дипломной работы. Это лабораторный центр для многопрофильных экспериментов и обучения, а также для поддержки молодых творцов культуры в Гаване, потому что именно там и находится этот центр. Он задуман для развития инициатив в различных областях искусства, коммуникации и новых технологий. Центр оснащён очень хорошими технологиями для того, чтобы молодые люди могли получить доступ, разработать проект и иметь определённую технологическую поддержку для того, чтобы выполнить его. Прежде всего, это очень нравится молодёжи, потому что все молодые люди всегда хотят чего-то нового, кроме сохранения традиций. И именно это позволило нам двигаться по культурной жизни, которая не застаивается, а наоборот. Каждый раз она находит новые пути, новые формы самовыражения, которые способствуют обогащению культуры. Человек здесь из-за любви, то есть я считаю, что он здесь также из-за любви, из-за солидарности, потому что он может думать, потому что он может планировать свои следующие шаги, своё будущее. Мы хотим жить счастливо в мире. Я считаю, что мир между людьми необходим для жизни, для развития. Это больно говорить, но во всём мире эгоизм пленил такие ценности, как солидарность. Иногда кажется, что эгоизм часто побеждает любовь к ближнему. Много раз мы ставили прибыль, деньги в центре нашей веры. И я чувствую, что наши основные ошибки, как человечество, были именно в этом. Это не значит, что деньги не нужны. Это не значит, что экономика не важна. Но экономика — это не жизнь, которой приспособлено всё остальное, а наоборот. Экономика — это подсистема, которая должна быть приспособлена к экологическим условиям планеты, к поиску устойчивости и обеспечению человека всем необходимым. Когда человек силён духом, он имеет очень большую силу для преодоления трудностей жизни и дарить любовь. Это очень важно в сегодняшнем мире, мире, где большинство вещей, которые окружают нас, когда мы открываем социальные сети, когда мы смотрим телевизор, большинство из них — это плохие новости. этот мир нуждается в любви. И любовь могут дать люди с очень сильной, очень богатой духовностью. И те, кто может почувствовать, что жизнь человека здесь пролетает мгновенно. Как сказал Марси, смерть неизбежна, а жизнь — это то, что нужно строить, и строится она каждый день. Несомненно, жизнь — это самое ценное, потому что без неё нет ничего. И следующее, я бы сказала, что именно духовный рост и то уважение, которое нам нужно проявлять друг к другу, чтобы найти, реализовать, взрастить и развить лучший мир. Хотел бы, чтобы лучший мир был насыщен любви, чтобы люди отношились друг к другу с добротой. Начать понимать ближнего своего, начать уважать и любить ближнего своего. И когда мы начинаем с одного такого человека и передаём это другому человеку, то это превращается как бы в цепочку. И так, на самом деле, всё общество стало бы намного лучше, чем оно есть сегодня. Созидательное общество — это общество, в котором люди имеют равные шансы. и люди будут стремиться к лучшему в них самих. И мы должны принять все меры, чтобы изменить мир. распространение принципов, основ, сути созидательного общества имеют первостепенную важность. Я твёрдо верю, что в тот день, когда будут реализованы восемь основ, наступит общество мечты. Всё будет замечательно, и мы все будем наслаждаться этим. СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 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 ОБЩЕСТВЕННЫ родился по инициативе самих людей после того, как мы провели множество социальных опросов, интервью, конференций, и много общались с большим количеством людей действительно по всему миру. Восемь основ Созидательного общества — это результат желания, запроса самих людей, потому что они говорят об этом. Они говорят нам, как они хотят жить, где, в каком мире, в каком обществе они хотят жить, какие ценности для них наиболее важны. И проанализировав всё, мы понимаем, что да, это и есть эти восемь основ, которыми мы можем поделиться со всеми. Это комплекс ценностей каждого человека в этом мире. Я считаю, что Созидательное общество — это общество, в котором у людей есть равные шансы узнать, в чём они хороши, в чём они могут преуспеть, чтобы у них было больше шансов внести свой вклад в общество. Хотел бы, чтобы в будущем мир был насыщен любви, чтобы люди отношились друг к другу с добротой, чтобы не было границей, чтобы не было войны, чтобы все мы жили мирно, чтобы не было плохих новостей, чтобы все новости были хорошие. Это просто огромное желание каждого человека чего-то идеального, где были бы равные права как на словах, так и на деле, где я со своей стороны помогаю обществу, и я получаю от общества то, что я больше всего хочу, то, что мне больше всего нравится. Основы, которыми я руководствуюсь в жизни — это уважать, не обманывать, не злоупотреблять, не убивать, уважать человека независимо от его статуса. Ты должен понимать развитие общества, и ты должен что-то вносить в общество и получать от него то, в чем есть необходимость для твоего выживания. Я вижу созидательное общество, как сказал бы Марти, со всеми и на благо всех. Я думаю, что путь вперед — это объединение, а не разделение, это преумножение, а не убавление, это уважение друг к другу. Созидательное общество для меня — это общество человечности. Когда я увидел основы созидательного общества, я сказал, что это — основы жизни, то есть жизнь создана для этого. Для этого были созданы люди — жить в обществе, жить вместе, но делиться творчеством, делиться тем, что каждый из нас создаёт. Я верю, что мы все можем многое сделать, чтобы изменить этот мир с того, каким он есть сейчас. И во многих случаях нам не нужно делать великие вещи. С помощью небольших дел, которые мы делали бы ежедневно, мы можем сделать достаточно много, чтобы изменить мир. Некоторое время назад я видела иллюстрацию, не помню художника. Это было несколько человек, каждый в своём мире. И все они думали одно и то же — я один не могу изменить мир. Проблема в том, что один не может, но если есть объединение, можно делать великие вещи. Все основы, которые содержит в себе созидательное общество — это именно то, о чём мы говорим. Они являются основами, фундаментом для развития жизни, для развития человечности. Но, несомненно, жизнь — это самое ценное, потому что без неё нет ничего. И следующее, я бы сказала, что это именно духовный рост и то уважение, которое нам нужно проявлять друг другу, чтобы найти, реализовать, взрастить, развить лучший мир. Восемь основ созидательного общества — это основы существования человеческой жизни, для чего она существует и к чему должна стремиться человеческая жизнь. если мы все будем стараться жить, следуя этим принципам, жизнь станет тем, о чём мы все по-настоящему мечтаем. Не то, что люди этого хотят. Это действительно очень нужно. Это необходимо. Людям нужна другая жизнь. И я думаю, что да, всё это написано здесь. Всё, что вы предлагаете, будет иметь результат, когда нам удастся объединить усилия всех стран, чтобы люди поняли, что жизнь должна строиться по-другому, потому что мы движемся прямо к человеческой катастрофе. И мы должны принять все меры, чтобы иметь возможность изменить мир и чтобы человек становился всё более активным и созидательным. Идея созидательного общества очень хороша. И также очень замечательно, что все мы рядом, плечом к плечу, пытаемся распространять информацию, донести людям, чтобы они поняли, о чём мы говорим. Потому что если мы этого достигнем, так действительно и будет. И лучший мир будет возможен. Я надеюсь, что будущее будет за созидательным обществом, в котором мы, люди, будем стремиться к лучшему и всегда помнить о том, чтобы ставить себя на место друг друга, ставить себя на место другого, думать о другом человеке. Потому что это единственный путь, как я это вижу. Это единственный путь, который может спасти эту планету и спасти человеческий род. Это то, что я чувствую. Это то, во что я верю. Я верю, что восемь основ, когда они будут исполнены, и будет общество нашей мечты, всё пойдёт чудесно. И мы все будем наслаждаться созидательным обществом, которое в конечном счёте принесёт пользу всем нам. Распространение принципов, основ, сути созидательного общества имеет первостепенную, несомненную важность — распространять основы человеческой жизни и помнить о том, ради чего мы родились, для чего мы живём. Уважаемые зрители! Прежде всего, я хочу пожелать всем любви. Потому что любовь, когда она существует, может достичь невозможного. Я также желаю вам много здоровья и счастья. Но счастье должно создаваться каждый день, и каждый из нас ответственен за то, как достичь своего счастья. Поэтому я желаю, чтобы каждый из вас знал, как строить своё собственное счастье и счастье всех окружающих вас людей. Большое спасибо! Спасибо за внимание! Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok